Скажи, что-то ты мне тут озвучиваешь всякие сценарии пугающие. Да, страх какой-то, жах некий. Да, проснешься тут, так сказать, в холодном поту. Ты, скажи, меня тут до инуреза доведешь своими историями, Стефанович, понимаешь, этими кошмарными. Безобразник этот. Ты случайно не посмотрел, что там Навальный сделал это расследование, кто его убил? Ты знаешь, его убивали все, я понял. Его убивали все и понемножку, медленно. Я часто не смотрел. Я просмотрел краткий, по-моему, комментарий Пескова, который обнаружил знания английского языка. У него было расследование, у Пескова, кстати, намного короче. Оно состояло из двух слов, которые, кстати, использовал известный гештальтерапед Фрис Перлс, когда я ему рассказывал очень долгие истории, он говорил, булшит, да, то есть. Слушай, ты немножко гундяво звучишь, ты там не приболел с случаем? Нет, нет, я просто стал любить гундяева. Я шучу. Начал любить гундеть. Гундеть по-гундяевски, понимаешь? Гундеть по-гундяевски — это поверить в какие-то невероятные вещи. Я, кстати, с этого начал. Помнишь, когда я стал тебе говорить, что, мало ли, мы простёмся в разных местах, поменяемся и так далее. То есть это всё чистые чудеса, то есть вера в чудеса. Это перед Новым годом у взрослых людей просыпается, поэтому, видишь, загундел я по-гундяевски. Вот в чём дело. Вот слушай, там, короче, во-первых, об этом написали все мировые издания сегодня с утреца, типа там CNN, Guardian и прочее, это всё. То есть получается, не знаю, ну как тебе вдвох... То есть он реально... Ну не он, это там BillingCat такая контора по расследованию. То есть они смогли просто реально с именами и фамилиями показать всех исполнителей и всю цепочку даже до генералов, кто вот этим всем занимался. То есть прикол в том, что современными телефонами, во-первых, все эти базы данных в открытом доступе купить можно, да? Через это можно всё проследить и в итоге оказывается ФСБ России вообще какие-то антипрофессионалы, не то, что непрофессионалы, они просто... Знаешь, они выкладывали Фейсбук в открытый, говорили, что сейчас кто дубьём, кто ломьём, вот, кто чем, и они фоткались, да, что идём мочить Навального, потом выкладывали это в Фейсбук, делали в Инстаграм фотографии, да, потом тренировки, чучело с фотографией Навального, где они это делают, пытаются его травить. Тренируются на нём. Не, он в виде фарфорового котика, знаешь, с лицом Навального, и они его там так заваливают новичком потихонечку. Новичком, да, тренируйся до кошек. То есть всё это есть, это всё, в общем-то, напоминает известные фильмы Гайдая до слёз просто. Ну, тебе не кажется, что это какой-то... Такая деградация просто получается. Это же вроде должно... Ну, блин, вот ощущение, что это полностью вот... Ну, какие-то... Такие дилетанты всё это делали с годами. Знаешь, поэтому, видишь, все дилетанты, понимаешь, они вылезли своим дилетантизмом вообще в люди. То есть не только мы выползли со своими вообще ужасающими какими-то прогнозами, комментариями, вообще нечеловеческими просто. Все дилетанты, понимаешь, они становятся профессионалами. И наоборот, профессионалы становятся дилетантами. Вообще мир перевернулся. Тем более, смотри, это главная новость для многих агентств. Ведь не ковидом единым жив человек, если возвращаться к Гундяеву, да, к Гундяевщине. То есть человек должен жить, помимо ковида, другими ценностями, да, там, уничтожением Навального. Он, понимаешь, как Кощей бессмертный, потому что, видишь, смерть Навального, она находится в ларце, а ларец висит на дубе, там чьи-то яйца, иглы, понимаешь, полный садомазохизм в этом ларце. Поэтому его боятся открывать, и пока никто его не откроет, в общем-то, Навального смерти-то и не будет. А будут сериалы, детективы, сериал о том, как я убил Навального. Вот первая серия, вторая, десятая. Это, понимаешь, это шоу-бизнес, старик, это просто шоу-бизнес. И будет снят, вот, ну, в общем-то, не знаю, показан по различным каналам. Будет, ну, я бы сделал, смотри, 114 серий, и сделал бы короткий вариант, 3-4 серии, более такой сжатый. В общем-то, ну, это шоу-бизнес. Что поделать? Ну, да, несколько сезонов. Ну, тут уже... Несколько сезонов. Да, тут уже начинают подводить итоги постепенно, но, вот, Стефаныч... Итоги... Да, убийство Навального, что ли, итоги? Ну, да, как бы, под это... Подводит черту, так скажем. Черту, черту, да. Давай, кстати, действительно вернемся к этим итогам. Мне было кое-что интересно прочитать. Потому, что я не задумался. Но это итоги 2021 года. 21-го даже? Ну, это ты мне прислал. Саксабанк опубликовал шокирующие прогнозы на 2021 год. Ну, это 20-й закончится, вот, наверное. Это не обязательно что-то закончится. Или кто-то увидит его конец. Прости, господи, да. Это какой-то... Меня опять понесло куда-то в другую сторону. Да, вот когда он закончится, собственно... Начнется 21-й. Ну, это, кстати, классно, что какие-то меняются года. Да, периодически. Вот, да, и давай это обсудим. Было интересно это прочитать, потому что на все не хватает нервов. То есть, Саксабанк, он как бы... Это шокирующая прогноза не в том плане, что вот он говорит, что так будет. А это именно такие прогнозы, которые, ну, не самая большая вероятность, что они произойдут. Но если они произойдут, то вот действительно это будет... Ну, и шокирующие... Что-то плохое прям сразу, я просто объясняю нашим. Слушайте, кстати... Всем привет, кто нас видит. Привет, да. Стефаныч Альбертыч, или наоборот, мы путаемся в эфире шоу. Да, это непроизвольное начало программы. Вот, у нас все вообще происходит непроизвольно. Если бы вы видели ниже тела, вы бы поняли, что мы всегда готовы к неожиданностям. Поэтому, в общем-то, кто в памперсах, кто просто проводит это, в общем-то... Всегда нас в страже. Всегда нас в страже. Нас не испугать, даже если мы испугаемся. Вот, мы воду смоем потом просто. В эфире почти детское шоу дилетантов. Альбертыч и Стефаныч клевещут. Вообще не разбираемся в том, о чем общаемся. Но, слава богу, вы нас смотрите и, наверное, за это именно и любите. Сейчас я кофейку выпью. Выпей. Пить вредно вообще много. Так вот. Несколько из этих прогнозов, которые Саксабанк писал. Например, Амазон перенесет свою европейскую штаб-квартиру на Кипр и начнет покупать политическую власть на всех уровнях в этой стране. Субасович, слушай, вот смотри, на Кипр уже фактически переехала вот этот весь этот World of Tanks, да, белорусский. Там директор переехал, там такое количество программистов, что там скоро все из Минска будут просто отвратительно будет ходить по Ларнаке, по другим городам, потому что куда ни пойдешь, везде эти рожи, да, там, которые в Минске уже надоели, они там окорбляются. Там, кстати, даже завели какое-то уголовное дело или какие-то разбирательства по поводу, кто им выдал эти паспорта. Но ситуация такова, что им простят все. И, в общем-то, и паспорта, которые, видимо, World of Tanks их там печатали, может, там кипрские, с печатями сразу, да, там на цветом принтере, почему нет. Напечатал сразу до всех работников. И там, смотрите, схрестнутся Амазон и World of Tanks. Кто победит? Американские спекулянты, которые продают, понимаете, секонд-хендовые товары, да, плохого качества. Или белорусские программисты, которые создают виртуальное оружие, да, и игры для престарелых детей и юношей. Что вообще, кто будет главным? Это вот интересно. Откуда у тебя такая информация про Амазон, что он продает секонд-хендовые товары плохого качества? Ты, наверное, с СБМ путаешь, скорее всего. Амазон — это, в первую очередь, доставка просто. Продается там все то же самое, что в магазинах. Ну, это я пошутил, потому что Амазон уже продает все. То есть вот любое говно, извините, которое существует в мире, да, включая, допустим, музыку в МП3. Это уже и стриминг-сервис. Он продает все. Да, вот все, что не попадя. Лишь бы заработать денег. Так ясно, что это, как любой крупный магазин интернета, обы заработать денег. В общем-то, бренд раскрученный, лавка раскрученная. Поэтому, как говорится, хоть валенки выставь, продать можно. Всегда можно найти покупателя. То есть туда ходят люди. Это главное. Потому что можно лавку открыть, а людей нету. Да, и что ты с этим товаром будешь делать. А тут цель, в общем-то, за любое залежалое дерьмо, оно продастся. Да, или полу залежало. Вот. Таких, кстати, они, кстати, вытеснят многие, кстати, сервисы. Да, допустим, музыкальная индустрия. Они, кстати, очень активно за это дело взялись. Вот. Поэтому мелкие всякие... Так это и Apple этим... Так, блин, даже в России вон Яндекс вовсю стриминговым сервисом занимается. Слушайте, давай не будем о грустном, потому что Яндекс, в отличие от, допустим, Амазона, который присылает тут каждые 2-3 недели отчеты, и у них есть продажи, кстати, не только стримингов, но и продажи какие-то, реальные треков, которые приносят небольшие, но ощутимые деньги. А вот в отличие от Яндекса, который просто, знаете, за петушок, за шарик размещает творчество, музыкантов... Да, я помню, как ты на Spotify ругался, то же самое, как бы. Ну, там нет, там есть много контор, там, слава богу, понимаешь, не Spotify, мы Яндексом единым жив человек. Там есть дизель всякие. Там много вообще есть каких-то фантастических контор, которые все, то есть их там десятки, да, причем это я называл известные, а ругался на известные, которые даже не понятны, за что на них ругаться. Они где-то есть чем-то занимаются. Ладно, давай вернемся к Амазону, как они захватят Кипр, коррумпируют всю власть. То есть перекупят у белорусов, которые уже как бы, в общем-то, ввалили деньги, русские до этого же ввалили, да, вот были, говорили, что скупили половину Кипра, дали взятки. Потом еще наши добавили, а тут придет Амазон и будет перекупать уже у наших, да, вот все эти... Русские, в принципе, постепенно ушли из Кипра после их банковского кризиса, я не помню, 14 или 13 года, когда, ну, собственно, куча бабла русского, в общем-то, просто сгорела, потому что Европа не захотела давать гарантии кипрские, ну, то есть не захотела спасать кипрские банки, просто именно потому, что основные деньги, которые там были, это были российские, а не европейские. Они сказали, а зачем нам деньги европейских налогоплательщиков вливать в кипрские банки, чтобы спасти российские капиталы, извините. И, собственно, Кипр уже не совсем русский, можно сказать так. Но вот это интересно, я, Катя, жду, когда корпорация какая-нибудь купит какую-нибудь первую страну, вот это будет интересно. И там, вот купить Кипр и переименовать его в Амазон, например, чем плохо? Или купить Лихтенштейн и переименовать его в Фейсбук? А, ну, слушай, ну, не знаю, да, вот смотри. Тем более, что Лихтенштейн — это монархия, я так понимаю, что там глава князь, поэтому... Это дорого, слушай, Лихтенштейн — это дорогое какое-то место. Ну, да, да. Дешевле можно купить страну, слушайте, столько разных можно приобрести-то. Тем более, Кипр его перебидовывает что-то, это древнее место. Давай, слушай, давай лучше. Вот как ты... Тебе было бы... Давай. Как бы ты отнесся к тому, если бы Беларусь купил Амазон? Мне кажется, ну... В принципе, на пару лет можно. Нет, лет на десять. Лет на десять. Они бы тут логистику устроили, а потом можно и революцию провести. Ты знаешь, уже близко... Первую корпоративную. Ты знаешь, уже близко, уже недалеко, на самом деле, осталось до покупки Амазоном. Причем Беларусь будет каждому доставляться домой дронами. То есть вот каждый сможет заказать Беларусь домой. Ты заплатишь деньги, перечислишь, а тебе раз, в Сан-Франциско доставят маленькую Беларусь. То есть карту, игру, будь белорусом, рубашку, вышиванку, еще что-нибудь. То есть на самом деле, все можно продать и купить. Главное было бы, кому продать, понимаешь? А кому продавать здесь, ты знаешь, в очередь выстроиться. Тут, понимаешь, тут уже непонятно. Тут дело уже даже не в политических окрасах или интересах. Все настолько вот эти силы различные, которые и за, и против власти, и вместе посередине висят, как, прости господи, неизвестно что. Или болтаются просто. Вот все с огромным нечеловеческим удовольствием что-нибудь продадут. Было бы, что продавать, понимаешь? Ну, Абазон, видишь, они извращенцы. Кипр, там вокруг Средиземное море плещется. Врать не буду. Пляжи есть. Есть даже, никто очень будет сказан, различные полезные фрукты, которые можно кушать. И там солнце, море и вода. Наши лучшие друзья. А здесь дело посложнее, да, в Беларуси. Вот. И он не находится, это же не остров какой-то, да, там. Поэтому здесь сложнее. И тем более, видишь, обрати внимание, ведь разговор идет, насколько я понимаю, о части греческой. А там же есть турецкая, совершенно запущенная. Где вообще очень много проблем. Слушай, это шанс Кипра на объединение. Думаю, что у Амазона хватит и на ту, и на другую часть купить. Вот. Да. И вот это, кстати, будет первый показ, что все эти... Знаешь, с какого года вообще, посмотри. Можешь посмотри, с какого года ведутся переговоры по Кипру, по объединению и так далее. Я думаю, собственно, с момента разделения 74-го, видимо. Вот. И ты представляешь, вот если взять всю сумму, которую Евросоюз, ОБСЕ, ООН потратила на эти переговоры. А эти переговоры идут, бюрократы и всяческие чиновники собираются, военные. Я видел военного, между нами, говорят, турецкого, там одного знавал генерала, который вел эти переговоры с 74-го. Он, когда был молодым офицером, он начинал эти переговоры. Он уже ушел на пенсию, да. Вот этого генерала уже, то есть, нету в армии давно турецкой, уже там года три. И он всю жизнь практически, да, вел эти переговоры. Это вообще супер, вообще штука. Смотри, устроился как бы куда-то, да, и ты будешь знать, что ты все до пенсии будешь заниматься вообще невыразимой фигней, которая вообще никак не разрешится. И тут появляется Амазон, знаешь, как, не знаю, клянист в американских фильмах, ковбой, да, с пистолетами. Тем более, это компания, это американская. И вдруг она все покупает и вообще устанавливает порядок, одевает шерифский значок, и вообще все начинается прекрасно. Крутятся карусели, дети кушают сахарную вату, вот, и там, не знаю, происходят всякие чудеса, да. Дядюшка Сэм раздает желающим сладости. То есть вообще идея прекрасная, такое. И это бы, конечно, полностью растоптало и убило дипломатию, показало раз и навсегда, что все эти дипломатические игры так и есть, на самом деле, вообще ничего не стоит, на самом деле. Что все решает финансы, и финансовые воротилы. Ну, я поспорю со Стефанычем, понятно, что на самом деле все решают, все, если этим занимаются люди, ну, профессионалы, которые хотят договориться, которые умеют это делать, которые, ну, в состоянии это сделать. Это, это, слушай, что-то мы вообще на Амазоне и на Кипре зациклились, прям, знаешь, как будто, да, что-то. Это ты начался, я начал, ты мне, ты мне прислал эту новость. Я вот из нее только хочу еще одну, как бы, тут несколько прогнозов. Давай, пожалуйста. Еще одну, которая нас касается. Крупные издания и соцсети начнут принимать новые меры против фейковых новостей, используя возможности блокчейна. Эта технология объединит весь существующий новостной контент и позволит проверять как содержание, так и источник новостей, а также все изменения, что приведет к исчезновению дезинформации из соцсетей. Я в это вообще не верю. Не потому что это невозможно, а потому что это не нужно как раз соцсетям и новостным прочим. Потому что народ в первую очередь читает всякую херню, вот желтую лезет. Если все будет правда в соцсетях, представляете, как скучно станет? Везде все пишут то, что реально происходит. Ну, нахера это надо? Это никто не будет читать. Да не ругайся, во-первых. Ты старик так расстроился, разругался. Не надо ругаться. Подожди, хер? Разве хер это литературное слово? Не спорь со старшими, прекратите им заниматься. Это некрасиво просто. Смотри, во-первых, ну, а кто эти новости читать будет? Смотрите, вот сама эта новость, которую по поводу борьбы с мыслями и новостями, она сама фейк, понимаешь? То есть это нонсенс, да, что самой бы этой новости не было, если бы была борьба с фейковыми новостями. Второе, а вот вообще, как их проверять, да, что будет комиссия, да, как в советское время? И условно говоря, и... Тебе опять напишут, что ты ретроград в комментариях. Тебе написали, что будет блокчейн. То есть, грубо говоря, ну, какая-то такая цифровая подпись, которая вот, если это реально, она получает вот цифровую подпись, и потом все ссылки и прочие какие-то изменения и дополнения к этой новости складываются вместе, вот так они собираются. И это вот и есть определение реальности. Это как, я не знаю, я не знаю, тебе будет понятно или нет, вот есть протокол HTTPS, например, в интернете, и это у сайта есть так называемый сертификат. Если его нету, то это, возможно, фейковый сайт, и тебе браузер, например, сообщает на него не заходить. То же самое будет здесь. Если не будет этой вот какой-то подпись, ну, я не знаю конкретно подробностей, но если не будут подписи, тебе будет просто выскакивать сообщение, эта новость, вероятно, фейковая, или есть подозрение на то, что это неправда, что-нибудь типа такого. Вот как Трампу подписали в Твиттере, что он написал, что он победил, а Твиттер ему подписал, это не соответствует действительности, что-то типа такого. Ну, слушай, это все будет, в общем-то, понимаешь, это очередная какая-то такая мелкая, вонючая цензура, которая будет работать вообще на непонятных условиях. Ну, это, знаешь, типа очередной, типа, по какой-то причине забаненной, в общем-то, в Фейсбуке, да, там какая-то информация, какой-то там сайт. Ну, это понятно. Ну, это вообще, конечно, огромная, большая тема, это интересно по этому поводу поспорить, потому что, ну, что лучше, когда у тебя куча новостей, например, пишется, что связь 5G чипирует людей, либо эти новости блокировать и не пропускать. Я, несомненно, за то, чтобы ничего не блокировать, все пропускать, и если люди это читают, ну, то есть, есть другие методы, это образование, это распространение правильной информации. Для этого, собственно, государство и нужно во многих местах, понимаете, когда вы вот, вот у вас есть новости про 5G, а выступает министр здравоохранения и говорит, «Ребята, ну что это за бред? Вот смотрите, вот так и так, это не так работает, 5G вас не чипирует, Билл Гейтс не хочет вас всех зомбировать». Кстати, вот это интересная штука, вот почему, почему какие-то люди боятся, что Билл Гейтс их чипирует и будет управлять их жизнью? Даже если такой анекдот уже появился, «А можно меня Билл Гейтс чипирует и будет моего управлять, потому что я уже сам не вывожу?» Что плохого, что, например, вами будет Билл Гейтс управлять? Это чувак-миллионер, который, собственно, своим мозгом много... Может, он вам что-то хорошего науправляет? Как, в принципе? Ты знаешь, ну, у людей, у большинства, есть масса иллюзий в жизни, да? Вот одна из иллюзий, что они являются независимыми, что ими никто не управляет. Кстати, да. Ну, как бы, или масса там иллюзий, допустим, иллюзия веры в справедливость, что обязательно, как бы, вот все будет по справедливости. Это то, эта иллюзия, которой страдает белорус. Да, я уже молчу о том, что справедливость у всех разная, понимаете? То есть для этого законы, например, вводят, чтобы определить эту самую справедливость. Или, допустим, иллюзия нравственности понимания. Их масса, да? Люди живут вообще в мире иллюзий и в мире различных ритуалов. То есть есть люди, которые соблюдают ритуал и считают, что если они их будут соблюдать, по какой-то причине им обязательно улыбнется удача или произойдет что-то хорошее. И на таких, эти иллюзии помогают людям жить, и на таких иллюзиях строится мир многих людей. То же самое, что, в общем-то, иллюзия, что Билл Гейтс может ими управлять. Есть вообще, кстати, больные люди, допустим, в шизофрении. Им разные голоса, которые у них есть в сознании, дают разные указания. И периодически эти люди говорят, что это голоса вообще касаются не их психики, а это голос Божий, допустим. Или голос там, не знаю, инопланетян, которые вселились, которые там зомбировали, теперь управляют человеком. То есть, ну, слушайте. Да, и получается вопрос, а надо ли людей избавлять от иллюзий? И вот этот прогноз про то, что будут только правдивые новости, да, фейки будут, это вот одна про то, что, типа, от одной из иллюзий избавить людей. А надо ли с другой стороны? Ты знаешь, если иллюзия нужна, если она существует, а те иллюзии, о которых я говорил раньше, существуют тысячи лет. Вот сколько существует человечество, столько и те иллюзий существуют. Кстати, как показывает практика, они существовали не только у Homo sapiens, но, допустим, у других видов человека разумного, потому что были обнаружены там в пещерах предметы культа, да, и какие-то рисунки, которые, скорее всего, были у неандертальцев, что говорит, что у неандертальцев даже тоже были свои иллюзии. Может, были иллюзии у денисовского человека. То есть, это особенность вообще разума, да, иметь какие-то иллюзии, благодаря которым человек живет или которому помогают. Поэтому, ну, слушайте, если есть такая иллюзия получения каких-либо новостей, фейковых, не фейковых, да все новости фейковые, потому что любой ньюсмейкер, он интерпретирует полученную информацию. Она не является правдивой. Это касается истории, там, литературы, любой гуманитарной дисциплины. Каждый из нас по-своему интерпретирует ту или иную информацию. Эта информация не является полностью верной. Поэтому ничего страшного. Смотрите, сейчас я потроллю Стефаныча немного. А то, что в Коране и Библии написано, является ли фейковым? Да, почему могу сказать по той самой причине, потому что тогда бы был завет от одного человека. То есть была бы информация полностью только, был бы, допустим, только от Иоанна, если возьмем Библию. Коран не будем брать, потому что я там плохо разбираюсь. А вот здесь была бы только, допустим, от Иоанна. Здесь, обратите внимание, рассказ ведется от разных людей, которые по-разному интерпретируют то, что происходило, в общем-то, с Иисусом Христом. То есть разные точки зрения и разная интерпретация. Фейковые или нет? Нет. Это просто разные интерпретации. Это еще раз доказывает, что разные вещи можно по-разному рассказать. Одну и ту же вещь рассказать по-разному. Про Коран еще добавлю, что в Коране есть такая вещь, как суны, которые являются в некотором смысле, что ли, комментариями или уточнениями к тексту. И вот это тоже есть разделение в исламе на шиитов и суннитов. То есть шииты не признают эти суны как дополнительная информация, а сунниты типа окей. Ну вот к следующей новости про, собственно, иллюзии справедливости, иллюзии, вообще про иллюзии, в общем-то. В Екатеринбурге в одной семье выпивали, пригласили знакомого, который, напившись, стал приставать к дочери 13-летней хозяев квартиры, вывел на улицу, пытался обнять. Когда она его как-то оттолкнула или отвергла, выстрелил ей в ногу из травматического пистолета. Новость о том, что этого силовика, а это был милиционер, бывший полицейский, написано. Естественно, скорее всего, он уволился буквально вот за день до события. Силовика отправили под домашний арест до 5 февраля 2021 года по делу о хулиганстве. Я даже не знаю, какой из этого сделать... Вывод, а эта история... Пожалуйста, таких историй было, может, миллионов сто. Да? Начиная с Советского Союза и вообще, там, не знаю, начиная до революции. Давай начнем вообще с опричников. Я думаю, это можно оттуда начать. Да, когда люди какие-то, да, которые там были обличены властью, которые имели оружие в нетрезвом состоянии, совершали какие-то преступления. Более, кстати, часто очень жестокие. И по отношению к малолетним, к старшего возраста. То есть это никакой новости нет. И они совершают во многих странах подобные преступления. Военные. Сколько, допустим, солдат ИОН изнасиловали детей и подростков в странах Африки? Это сотни заявлений. Как ООН пыталась замять все эти истории? Как ООН выводило этих миротворцев? Причем часто они находились в состоянии пьяного или наркотического опьянения. Подожди, подожди. Мне вот эти постоянно у вас там негров линчуют. Это все понятно. Давай вот мы как бы в своих Палестинах, ну, в своих имеется в виду, например, России, они нам близки. Это, собственно, и к Беларуси относится. То, что это происходит, это тоже понятно. Но в Беларуси вот на днях... Подожди, две недели назад было. Сидели в баре полицейские, один действующий, не полицейский, а милиционер, с друзьями. Сидели они там, выпивали, поссорились. Вышли там один другого или ударил чем-то. Я не помню, или даже он были выставлен. Да не важно. И просто убил или там искалечил. Тяжело. Это обычное бытовое вообще преступление. Так вот... Где люди просто злоупотребляют напитками или еще чем-то и потом друг друга калечат. Так вот дальше... Все здесь нет никакой вообще. Да, ну дальше... То, что это происходит, это... Понятно, но почему дальше домашний арест? И, собственно, начинается заминание всего этого дела, а не наоборот, не большей публичности, чтобы вот показательно наказывать, чтобы этого больше не происходило. Потому что проблема, опять же, не в том, что нету наказания, а, как-то сказать, то, что это... Нету вот этой неотвратимости наказания. Наоборот, то есть ты можешь делать все, что угодно. Вот про это речь. Почему домашний... Ну, вот в России-то так происходит. В США чувак, который придушил этого чернокожего, ему взял кто-то, какой-то человек, который не был назван и заплатил за него залог, там, полтора миллиона долларов. Он это сделал законным образом. Какая разница? То есть, да, в самом деле, рука руку моет. Человек, который, ну, близок, не знаю, к власти, или он кому-то симпатичен, или он как бы пользуется чьей-то поддержкой, его, естественно, отмазывают. Как пытались отмазать какие-то люди Ефремова того же. Насколько им это получилось, у них не получилось это. Потому что Ефремов засветился как бы в каких-то антивластных, антиправительственных, антипутинских акциях. Поэтому его решили утопить. А вот был бы хорошим чуваком, хорошим мальчиком, то что-то ему простилось бы больше намного. То есть это система действия любой власти в любой стране. А что происходило, допустим, на Мальте? Когда от премьер-министра Мальты до крупных самых бизнесменов были все замазаны в организации убийства несчастной журналистки. Все это доказали, чем это закончилось. Все ушли в лучшем случае в отставку. Одного человека засудили там, посадили в Мальте на берегу моря в какую-то тюрьму на небольшой срок, и все. Сын ее бегает, тут пишет везде, пытается обратиться в Евросовет, какие-то там европейские организации. А дело не движется. Почему? Потому что это вообще верхушка Мальты была вообще, по сути, мафиозная. Она и есть мафиозная организация, которая решает свои вопросы. И женщина, которая провела расследование, ее просто, извините, физически убили, там, сожгли эту машину совершенно садистки. То есть это во всем мире. Все понятно, но чтобы... Хорошо, ты считаешь, что вообще что-то в принципе в человеческом обществе может меняться? Потому что если... То есть вообще, то есть вот человеческое общество, как есть, оно так всегда будет вот таким... Да. Право сильного. Да. Почему? Потому что любая власть, любая власть в любой стране, которая существует, это известно. Это возвращение к иллюзиям. Все считают, что власть, она может быть лучшей, может быть справедливой. Но это иллюзия, которой должны люди рано или поздно, взрослые люди, расстаться. Никакой справедливой, хорошей власти ни в какой стране не существует. Любая власть направлена, в общем-то, на получение налогов, обогащение и угнетение вот этого быдла, да, который на нее вкалывает. И получение налогов, да. Если кто-то высовывается или делает что-то плохое, сразу получает по голове. Второе, если это, не дай бог, представитель власти, то власть будет разными методами делать все, чтобы скрыть эти преступления. Иногда есть страны отдельные, да. Вот как в США делали попытку с помощью ФБР расследовать преступления, в которых участвовали в том числе представители власти. В 60-х годах, да, там, когда линчевали чернокожих, когда вот беспредел этот был. Известные, да, вот эти все истории. Но на самом деле ничего не изменилось. Посмотрите на Трампа и на всех его приближенных, которые делают все теперь, чтобы, в общем-то, меньше было заведено уголовное дело. Чернокожих перестали линчевать. Они стали появляться... Да, их стали душить коленом, да, заваливать и просто... Или убивать. Какая разница? Потом постепенно это уходит. Меняется, да. Да, вот оно меняется. Понимаешь, что на самом деле не меняется. Поэтому, что я могу сказать? Ну как не меняется, если меняется? То есть это опять получается разный взгляд на то, что происходит. Ты считаешь, в человеческом обществе не будет прогресса. Нет прогресса в отношениях между людей. Проблема вообще в том, что власть любая, она меняет человека. Она полностью коренным образом меняет человека и изменяет его личность. Чем больше человек во власти, тем больше его меняется личность, причем в негативную сторону. Для этого есть выбор и смена власти, и замена. Чем больше, в общем-то, противовесов, чем больше разделение власти, тем лучше это происходит. Проблема в том, что власть, вообще любая власть в любой стране, и выборная особенно, она зависит от тех людей, у которых есть деньги. Любая власть выборная, да, она отстаивает интересы компаний, корпораций, тех людей, которые дают на все эти предвыборные игрища деньги и вообще оплачивают саму власть, которые являются сами частью этой вообще системы и машины. Поэтому тут, ну, можно сыграть выборы, но на самом деле это сильно ничего не меняет. И главное, это не меняет суть человека. Вот и все. В общем, уважаемые зрители, видите, мы тут со Стефанычем расходимся. Можно ли поменять суть человека или нет? В комментариях, пожалуйста, пишите ваши мнения. Вот тут вот мы кардинально не согласны. Видите, вот Стефаныч постарше, он, видимо, больше знает. Ну, опять же, про суть человека. Следующая у нас новость. В Чечне, в Чечне, извините, в Чечне с почестями похоронили убийцу французского учителя. Хотя к этой новости есть много, как-то сказать, комментариев, мол, с почестями или не с почестями. То есть 200 человек, пришедшие на похороны, это типа по чеченским понятиям мало, это не почести, не пришли какие-то старейшины, поэтому это не почести. Но, в принципе, 200 человек на похороны пришло, это как бы очень неплохо. Я напоминаю, это тот парень, который отрезал голову французскому учителю за то, что он показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Тем более, что сейчас еще и во Франции начинают все эти антиисламистские законы принимать. Они не антиисламистские вообще. На похороны Анзорова пришли около 200 человек, для погребения на Северном Кавказе это обычное дело, говорит чеченский историк Аббас Асмаев. Ну, то есть обычные похороны, да? Ну, то есть, по-моему, если убийцы человека с обычными похоронами происходят, то это почести. То есть его не считают... Слушай, ну смотри, есть у каждого народа, во-первых, да, есть свои обычаи, раз. Второе, есть вообще свое представление об убийстве. Да, есть люди, которые, так сказать, убийство неверного не считают убийством. Вот и все. Нет, послушай, что значит у каждого народа есть свои представления об убийстве? Да вот так просто. А вот это... Убийство — это убийство. Ты хотел сказать разные представления о смерти, может быть, но об убийстве... Убийство — это и есть убийство. Ты убил. Ну, подожди, ну, слушай... Ну, подожди. Слушай, допустим, жители Океании, которые убивают и папуасов разных, да, которые там... Их уже мало таких осталось. Может, ты еще остров Каннибалу вспомнишь, которые, типа, убивают и кушают? Типа вот это. Типа вот такое, да? Да, да, да. Ну, кушать захотелось. Ну, что ты? Вот для кого-то это убийство. Для кого-то вот человек съел часть мозга, он стал умнее. Руку стали мышцы лучше. Часть сердца добрее. Помнишь, как у песни Высоцкого, да? «Почему аборигены съели кука?» Послушай, да. Это чудесное объяснение. То есть там, как бы, Высоцкий рассуждает в том числе в очень юмористической форме, что его съели, понимаешь ли, совершенно с других целей. Понимаешь, чтобы... И так и здесь. Но есть такое обычай. Ну, похоронили человека, и эта история закрыта. Ну, принято у них 200 человек. А у нас есть люди, которых хоронят, кроме похоронной команды, и то ее не бывает. Не могут некому гроб вынести. Правильно. Ну, лучше... Тут и возникает вопрос. Чечня – это Россия, или это какая-то отдельная страна? То есть, ну... Да никогда это не было России. Ну, слушайте, ну, мало ли земель Россия захватила. Ну, возьмите, почитайте, не знаю, там, Лермонтова, возьмите Толстого, почитайте. А если это не Россия, нахера вы содержите тогда этих людей? Почему туда деньги... Россия – это часть, это такая маленькая империя. Понимаешь, там все это ограничивается. А что? Казань или Татарстан. Это что, Россия, что ли? Это Россия, она географически. Но там живут другие люди с другой ментальностью. Так как я был в Казани и Татарстане, в принципе, это, да, Россия. Все-таки... Ну, это очень похоже на Россию, скажем так. Это похоже. Понимаешь, много, что на что похоже. Но есть как бы территории, которые очень-очень давно были захвачены силовым способом, методом. И они вошли силовым способом и методом в империю. Вот другое дело, если территория вошла по собственному желанию, как в свое время, чтобы там избежать резни, Грузия вошла, да, в состав Российской империи. И многие-многие другие территории. Вот Чечня была завоевана. Почему ее завоевывали очень долго и страшно. Это, то есть, не мое открытие, это исторический факт. Поэтому, ну, слушай, при этом помнишь историю длительную, да, там, в 90-е годы, как она пыталась выйти из состава России и не вышла в итоге. Да, были другие люди, которые там за независимость. Ну, вот и все. Ну, в общем-то, вот такие законы в этой стране. И все. Ну, пришло 200 человек. Я вообще не вижу, в чем проблема. В том, что родственники, тейп, клан, пришли прощаться с членом тейпа и клана, что у каждого есть свое мнение. Ну, слава богу, и есть оно. Ну, и что дальше? Они его открыто выразили. Вот торжество либерализма и демократии. В том, что они высказали, что они не согласны с позицией Франции и там всего мира. Что дальше теперь? Многие страны... Хорошо, мое мнение, что с этими людьми жить в одной стране хреново. Это надо ставить забор, чтобы они там жили у себя дальше в стране. Никуда не выходили оттуда. Зачем? Не надо никаких заборов. Почему? Вон те же чеченцы в Бресте сидели, не знаю, год или полтора, ждали переезда на Запад. Может, он один из тех был, кто в Бресте сидел, ждал, чтобы поехать и вполне мог в Бресте кому-то еще голову отрезать, потому что ему это приспичило. Неправда, в Бресте сидели совершенно прилично. Оскорбил его чувства, блин, чем-то. Понимаешь, верующего? Я должен к этому нормально относиться, что ли? Почему он ходит, голову режет, а я должен, типа, такой вау, круто. Вот это он может делать. Я не буду его религиозные чувства оскорблять, да? Первое. Значит, в Бресте сидели совершенно приличные люди. Про Брест я просто для примера сказал. Брест, да. А вот здесь примеры должны быть конкретными, да, вообще. Дальше. Сколько голов кому отрезали в России, каким учителям? Французская система и способ вообще, если это можно назвать образованием, да, а скорее это просто навязывание своих стереотипов французской системы. И многих стран... Ну, потому что ты во Франции... Они не приехали в Чечню это преподавать. Они преподают у тебя это в стране. Как навязывание кому? Жителям Франции своих французских стереотипов? Что это за хрень? Или этот придурок приехал во Францию жить из Чечни и навязывает чеченские стереотипы, ты хочешь сказать, отрезанием головы? Что это за такое? Дело в том, эта позиция, это результат вообще совершенно трусливой позиции французского правительства, который отправляет людей к... А пойти на похороны, отрезавшего голову у человека это не трусливая позиция. Это прям молодец, храбрый чувак. Вот это... Вот это... Вот это храбрые люди. Убить и пойти на похороны его хоронить и расстраиваться. Застрелили такого джигита. Ты знаешь, если бы это был мой родственник, если бы он кому-то что-то отрезал, я бы тоже пошел на его похороны. Почему? Потому что он мой... А потому что он мой родственник. Это часть моей уродной, часть истории. Да, просто родственник. Это даже часть, в общем-то, часть моей семьи истории. Плохая. Но я бы пошел просто потому, что это мой родственник. Это особенность отношения к родственникам, к родным людям просто. Это и есть комьюнити, это и есть поддержка. Я бы пошел не из-за того, что он кого-то убил, я просто пошел за поддержки его родных и так далее. Потому что ты жил в этой семье, вот у вас семья такая была. И вот у меня поэтому вопрос к этим людям, то есть они выросли внутри такой семьи, в которой это нормально. И они идут на похороны, потому что для них это все нормально. Понимаешь? Почему я должен как бы вот среди... Ну, не я, я уже не живу среди... Да, я ничего никому не должен, действительно. Но почему у россиян не возникает вопрос, почему вы живете вот среди этих людей, почему вас это устраивает все? Это просто очень конкретные вещи, потому что рядом с вами ходят люди, которые могут вам отрезать голову, потому что им что-то не... Потому что вы оскорбили. А в США не ходят люди, которые могут убить или отрезать голову? Ну, сумасшедшие. Сумасшедшие. А это нормально считается. А вот это нормально. Ты уверен, а Берлин Бэнсон, да, Бэнсон, извините, или какие-то другие маньяки. Ну, такой сумасшедший, ну... В США количество убийств, которые совершают маньяки, самое большое в мире вообще. Так их сажают. Никто им почести не оказывает. А ты знаешь... Почему... Ты уверен? Как это равно друг к другу? Это совершенно одинаковое, что есть в любой нации. И бывают ситуации, когда люди психически ненормальные или в различных обстоятельствах совершают жестокие убийства. Вот и все. Да, совершают жестокие убийства. Почему потом в его родной стране, во-первых, какого хрена его... В Чечне он же эмигрировал. Почему это никого не волнует? Ладно, он вернулся. Почему его в родной стране его хоронят вот таким видом? Не тихонько, как убийцу и маньяка. Ты знаешь, где похоронен Мэрлин Мэнсон, например? Ты знаешь, где маньяки другие похоронены? Ты знаешь, где похоронены нацистские преступники? Чтобы как раз такого не было. Чтобы как раз такого не было. Нацистские преступники в основном похоронены в Аргентине и Латинской Америке. Ну, которых не поймали. Второе. которых не осудили. Они поймали фактически всех, потому что слишком американцам было выгодно, чтобы их не поймали. Плюс многие люди были очень заинтересованы, чтобы, в общем-то, не добрались до этих людей, чтобы они не порассказали вообще о том, как некоторые бизнесмены типа Генри Форда, который спонсировал молодого Адольфа Гитлера с первых шагов, когда он еще в Австрии был малоизвестным политиком, и потом привели власть к власти за свои деньги, чтобы налогоплательщики кое-кто не спросили вообще, как так получилось насчет нацизма, да? Дальше, по поводу Мэнсона, да, и других товарищей, всплывают многие вещи, да, вот где там, не знаю, Кеннеди мозг находится, многие-многие другие вещи, да, которые, второе, вопрос по поводу, ты мне так задаешь этот вопрос, ты можешь чеченцам его задать, которые, и они тебе ответят, я свою позицию обозначил, поэтому пойдем дальше. Ну, если нас смотрит кто-то из чеченцев, я, конечно, сомневаюсь все-таки, но вдруг, вдруг, их отношение ко всему этому. Вообще, пусть, ответьте, я обозначил свою позицию. Мне больше, на самом деле, интересует ответ россиян, которые в других регионах живут, то есть, вас устраивает вот с такими людьми жить в одной стране, что вот так вот... Я еще, да, до того, как человек не совершил преступления, до того, он не является вообще виновным, ни в чем. Это и есть презумпция невиновности, на которой строится вообще вся демократия, вообще любые законные отношения. Поэтому они живут, пока эти люди не совершили, совершенно с нормальными гражданами, которые обладают такими же правами, как и они. Поэтому все эти россказни, кто может что-то сделать, Сейчас ты про справедливость начал говорить. Неправда, нет. А кто там известно, кто что сделает завтра или через минуту. Поэтому тут это все спекуляции. Хотя могут сказать люди свое мнение, это будет интересно. Поехали дальше. Так, дальше у нас кстати к вопросу опять же о справедливости из Норвегии интересная новость. В Норвегии решили деанимизировать факт запроса на данные. То есть, ну смотрите, все данные там во многих европейских странах они все в открытом доступе. То есть там кто владеет недвижимостью, кто сколько налогов заплатил и прочее, прочее, прочее. Так вот, теперь в Норвегии будут еще и показывать, кто запрашивал ваши данные о чем-либо. То есть, если кто-то запросит, какой недвижимостью владеет, вам придет информация о том, кто это запрашивал. и по информации, что с новыми изменениями количество поисков сократилось с 16 миллионов до 2 миллионов за год. То есть, в 8 раз стали сразу меньше проверять, кто чем владеет. Это вот к вопросу о не знаю, о справедливости и о... Это тот же вопрос, к которому там были уже два раза возвращались. Это цензура в интернете. То есть, цензура, она усиливается, да? То есть, ты считаешь, это наоборот цензура? Она усиливается, власть... Конечно, это цензура власти имущих, власть придержащих, которым даже уже, собственно, важно, чтобы о них никакая информация не распространялась, да? И чтобы в случае чего знать вообще, кто этим интересуется, чтобы упреждающе действовать в каких-то случаях, моментах и так далее. Ничего тут нового нет, это просто обычная практика, которая существует. Ну, кстати, да, тут я скорее со Стефаном чем-то соглашусь, потому что это действительно больше похоже на инструмент цензуры. Потому что, ну, соответственно... Это цензура... Просто эти времена ковидные, к сожалению, они позволили многие цензурные гайки потихоньку из-за того, что люди заняты другим, они взволнованы, они подавлены. У очень многих людей, кстати, наблюдается депрессия. У молодых людей... Вот последнее французское исследование, которое было проведено французами среди молодых людей, показывает, что у людей до 20 лет, с 16, до 20 наблюдается депрессия. Она связана с отсутствием социальных контактов или малым им количеством. Далее, невозможностью для многих людей зарабатывать денег, достаточное количество дополнительно на неквалифицированной работе. Кстати, многие люди молодые, они вернулись домой к родителям, при том, что они некоторое время уже жили отдельно, но у них просто нет денег на то, чтобы снимать жилье. Это на самом деле серьезная проблема. Это миллионы людей в Европе. Когда говорят, что в Европе, во Франции, депрессии, еще прочее, мне хочется искать, приезжайте в Беларусь, приезжайте немножко в Беларуси, и вы поймете, что у вас все нормально на самом деле, в принципе. Мне просто интересно, в какой яме депрессивной жители Беларуси сейчас находятся. А ты знаешь, кто как, кто как. Есть разные люди, и разные люди себя по-разному чувствуют. Кто-то пытается, в общем-то, заниматься конструктивно, другой, как говорится, стучит лысиной по паркету и не видит никакого выхода, и он и раньше не видел этого выхода. То есть, дело в том, что нужно к любой проблеме подходить конструктивно, максимально не эмоционально. Есть люди по своей, как бы, по особенностям психики, невероятно эмоциональные, ранимые, которые очень сильно переживают, не знаю, любые перипетии общественной жизни, там, социальной и так далее. Они, безусловно, расстраиваются. А есть люди, которые ведут обычный образ жизни обывателей, и депрессии у этих людей совершенно не наблюдается. То есть, разные люди чувствуют себя в Беларуси по-разному, как в Европе, в США, как в любой стране. Это совершенно нормальная ситуация. Более того, есть люди, которые, допустим, видят в том, что происходят положительные изменения, другие по-другому это интерпретируют. Все люди разные, поэтому тут по-разному происходит. Массовой депрессии я на самом деле не наблюдаю. Каждый день люди выходят на работу, каждый день люди трудятся, и иначе бы как бы была другая несколько ситуаций. Более того, да, действительно, есть какие-то предприятия закрываются напропалую, но на их месте буквально через неделю открываются новые, что говорит о том, что есть люди, которые позитивно смотрят, да, и оптимистично, иначе бы эти фирмы, там, рестораны и так далее, они бы не открывались. Есть список то, что закрылось, но интересно, что на этих местах открывается через неделю совершенно новое. Те люди, которые уезжают и остаются какие-то их, там, не знаю, помещения, площади, их быстренько отжимают другие люди. То есть, у кого депрессия, кому война, кому мать родна. То есть, это есть народные поговорки, весьма неоднозначные, конечно, поэтому все по-разному, на самом деле. Еще один человек, у которого ничего не меняется, и он специально делает все, чтобы так и оставалось, Владимир Путин. для него построили в Сочи копию подмосковного кабинета. Оказывается, все последнее время россияне не знали точно, где находится президент, в Подмосковье или на Черном море, где Путина тоже есть дача Бочаров ручей. Оказалось, что и там, и там построен абсолютно одинаковый кабинет. опять же, колобки провели расследование и выяснили, что последние несколько месяцев Путин сидит в Сочи. Ну, есть мнение, что это потому, что в Москве опять разразился ковид, чтобы не заболеть ковидом, но я, мне кажется, то есть, это не для дезинформации, вот мне ощущение. То есть, он просто сидит в Сочи, во-первых, потому что там круче, чем в Москве быть, а одинаковый кабинет, потому что Путин уже старенький, то есть, ему проще, ну, когда у тебя все одно и то же, к чему к новому привыкать, приезжает тут другой кабинет совершенно, где тут кнопка ядерная непонятно, где, блин, телефон, кому позвонить вообще, вот, а так все, все то же самое, все одинаково, все очень просто и все понятно, поэтому эти конспирологические... Ну, ты знаешь, очень, очень, все, все объясняет, да, всю конспирологию объясняет, что кто-то вот это, кстати, особенность деформации личности, связанной с властью, с долгим пребыванием, что он вообще утерял интерес вообще к общению с людьми, ему нравится иногда общаться с детьми, ему хочется развлекаться, заниматься, его просто это все, грубо говоря, задолбало, да, при этом, то есть, туда есть там переговоры, официальные встречи, приезжают руководители отдельных государств, веселят его, как могут, да, и так далее, но его это уже все не прикалывает на самом деле, он просто как пожилой человек хочет заниматься на пенсии, но на пенсию как бы уйти не может, потому что на самом деле Путин зависимая фигура, да, от олигархов, от людей вообще, чьи деньги вообще он бережет, да, как бы сохраняет и так далее, Путин это же не просто человек, что там царь, захотел, ушел, плевать и на вас хотел, да, как там Иван Грозный уехал в Подмосковье, пока вот там боялия раком не приползли и не просили вернуться. Здесь история совершенно иная, здесь в принципе человек ответственный, да, его поставили, в общем-то, облюсти интересы финансовых. Я добавлю просто про Ивана Грозного, он не просто уехал в Подмосковье, он еще на свое место типа другого царя, я забыл, как его зовут, какого-то, как татарина какого-то реально посадил с каким-то кем-то. Да не важно, он просто любил, просто Иван Грозный любил играть в шахматы, и он просто вот в силу того, что он умел, любил играть, вот эту игру в шахматы перенес в жизнь. Бывает, почему, это интереснейший эксперимент политический, то, что и делает Путин сейчас. Только Путин это делает, он просто не ездит никуда, не делает вот этих театральных спектаклей, да, что я там верующий, как у Ивана Грозного, да, там, я раскаюсь, то это соберу оприщников, половину там народа, там, уничтожу и раком поставлю, то я наоборот раскаюсь с Адейдом и так далее. То есть без этих театральных зарисовок ему просто все надоело. И вот он сидит, слушайте, вот мне предложили, сказали, Стефаныч, сделай два кабинета. Вот. Один в Минске, в Сочи и в Ницце обязательно. Вот любую Ниццу, хоть у меня, вот. И еще где-нибудь, да, там, не знаю, какие там еще хорошие. Кстати, а чем докажешь, что это не сделают? Как мы вот выясним, что, например, сейчас не в Сан-Франциско сидишь в той же комнате, а в Минске все еще? Вот. А это, в самом деле, в Сан-Франциско, вот. И в соседней комнате от Альбертича он закончит, ему кто-то в дверь звонит, он выглядывает. Не в Сан-Франциско, а в Лос-Анджелесе это будет очень весело. Да, слушай, неважно. А там Стефанович в халате говорит, у тебя соль есть, может, поделишься. И он понял, что вообще мир очень странный. Мы, кстати, с этого начинали. Вот. С невероятных трансформаций времени, пространства и многого другого, что происходит. Кстати, этим и закончим. Давай. Вот. Было сегодня много эмоций. Про Беларусь мы вообще не поговорим сегодня. А, слушай, ну, столько... Да, зачем столько хороших вещей есть? Что там говорить-то? Говорить тут особо не о чем. Все и так давно уже понятно. Мы в прошлый раз прекрасно, даже два раза, в общем-то, рассказали. Тут обсуждать уже нечего. Тут, в общем-то, нужно готовиться к Новому году. Вот. Ну, я бы только еще только отметил, что умер Вячеслав Кебич. Это был первый правитель, скажем так, независимой Беларуси. Хотя там такой дум-верат, что ли, в некотором смысле, вместе с Шушкевичем. Но... Он был премьером. Был премьером, да. Да, и до этого он был очень известным, очень маститым в плане... влиятельным, а не в плане мастей, да, уголовных татуировок, маститым партийным руководителем советским. То есть, он начал карьеру, и он достиг карьерного роста еще при Советском Союзе. То есть, это типичный человек, часть Советской Системы. Нужно сказать, что при том, при всем, что он был коммунистом, после перестройки это не помешало его детям поиметь очень хорошие бизнесы. В Белоруссии не только. Это человек, который, в общем-то, был оппонентом на выборах Лукашенко. Это человек... Главным оппонентом, скажем. Главным, да. Он поддерживал Союз с Россией, и если бы, конечно, он пришел к власти, Беларусь уже бы была частью России. Появилась вот эта версия Лукашенко и независимости Беларуси по Лукашенко. Да, был еще Зенон Позняк, но была Позняковская версия независимости, Лукашенская. Лукашенская версия победила, и она существует до сих пор, и в том или ином виде еще будет существовать достаточно долго, потому что все, в общем-то, слили все, что здесь было, все эти протестные вещи, это уже понятно. Это невыгодно ни России, ни Евросоюзу. Иногда они будут пыжиться, выпускать пар, делать вид, что они что-то поддерживают. Какая роль здесь Кебича? Кебич, на самом деле, серьезно никогда не бодался после того, когда победил Лукашенко, и он полностью ему власть снил, влияние, за что ему, кстати, нынешний президент должен быть благодарен. Его, кстати, хоронили с почестями совершенно открыто. Пенсии, привилегии и бизнесов его детей никто не лишал, поэтому все полюбовно, мило произошло. В этом году вообще, кстати, многие исторические личности советской эпохи, они уходят в прошлое, к сожалению. Умер Валентин Гафт на днях, прекрасный, интересный актер, у него были свои особенности, особенно в конце, конечно, его отношения с властью российской и многие-многие другие, но актер был классный, совершенно неплохой поэт, который писал одни из лучших эпиграмм, которые я читал, мнение мое субъективное, можете с ним не соглашаться. Умер Джикарханян, кстати, можете посмотреть, здравствуйте, я ваша тетя, там есть вот эта троица, Казаков, Джикарханян, Гафт, прекрасные актеры, которых уже нет с нами, таким образом, посмотрев фильм, я думаю, можно прекрасно почтить память этих людей, вспомнить, насколько они хорошо играли в фильмах и насколько они были талантливы. Так, тут к нам котик пришел заканчивать программу, программу, да, все, не нравится ей. Да, он может помахать лапкой, и Леша может лапкой помахать. Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете, видите, чуть реже мы стали выходить в последнее время, ну, поживем, увидим, что будет, да, но мы держимся. Бывайте здоровы, живите богато, всем пока. Альбертыч и Стефаныч клевещут, ха-ха-ха.